Мои видео начинаются именно с лифта. Я тут, друзья мои, к врачу собралась. Потом еще какие-то планы много. Кошки взбит. Жвачку же. Раньше, знаете, каждый день я жевала. Я не могла без жвачки. А в Турции отучилась. Это такое хорошее. У меня всегда пломбы вылетали из-за того, что у меня была жвачка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так как мой муж каждый месяц постоянно выписывает лекарства. С доставкой на дом даже. Эти ребята, если что нам нужно, срочно дают. А потом на второй день мы приходим и приносим им рецепт. Потому что такая возможность у нас есть. Ой, какое солнце. Эту скажу им, что у меня сегодня не получилось. Наверное, придется завтра пойти. Представляете? Пипец. Сейчас мне в аптеке сказали, что оказывается, почему нет врачей. Потому что врачи сегодня устроили протест. И завтра, и тоже. Почему, оказывается, убили доктора какого-то. И они все... Никто не пришел на работу. Вот у меня сейчас есть одна знакомая, Турчаночка, которая работает в частной клинике. Но мне кажется, что только врачи государственных учреждений пойдут на протест. На какой-то. А обычные врачи, с частных, будут все работать. Но я посмотрю сейчас. Зайду к ней. К моей Турчаночке. Помните, мы ездили с ней на пикник. Она работает менеджером, бухгалтером главным. Вот в Сиди-госпиталь. Постоянно меня приглашают на кофе. Приходи, приходи, приходи. Как увидит моего мужа Ялчина. Мы же дружим так. Ялчин дружит с его мужем. Ну, такой у нас контакт. И они все время говорят, почему Светлана не пришла. Там они в ресторанчике ходят, кушают. Я как-то стараюсь поменьше. Ну, я очень занята. Очень занята. Каким делом, я вам потом расскажу. Во всем себе отказываю. Вот так вот. Какое замечательное здесь место. Обалдеть. Можно посидеть, покайфовать. Дух перевести. Тут тоже клиника. Поликлиника. И я смотрю, что здесь тоже, наверное, нет врачей. Это государство. Там сидят войти. Вот такие дела. Отдохну чуть-чуть. Села я в кафешку. Посмотрите, я вся в мороженом. Купила мороженое. Какая сегодня жара. Обалденная. Два шарика. Один шарик стоит 6 лир. Он тает, этот шарик. Все в платье запачкалось. Все. Решила сесть. Вот такие вот дела. Где мои мокрые салфетки? Течет все. Течет. Да. Не перестает течь, друзья мои. Надо было мне по-другому. В общем, сижу вся в хлопотах. Что происходит, друзья? Друзья. И стекла вся. Все платье запачкалось. Друзья мои, сегодня такой вечер. У меня были какие-то поломки. Как и Меркурий ретроградный. Но я это все приняла с благодарностью. Не принимала близко к сердцу. И решила пойти на зумбу. И это меня, как говорится, спасло от негатива. Хотя я в последнее время очень работаю над собой. Сейчас я читаю, слушаю аудиокнигу «Транссерфинг. Реальность». Я рекомендую ее вам. И действительно, всю жизнь происходит, как говорит Вадим Зеланд. Сейчас мы были на зумбе. Позанимались. Наша преподавательница поздравляет всех с праздником. Байрама. Ну, а я сейчас пойду домой, потопаю. Жду свой автобус. Вот, на ходу я залетела в автобус. Еду домой. Давайте помолчим. Дай Бог, чтобы быстрее закончился этот день сегодняшний. Когда у вас происходит нестечение обстоятельств, можно так сказать, вы старайтесь спокойно принимать это. Я вас научу, и у вас все будет получаться. У меня сегодня вечером испортился компьютер. Зарядка испортила. Я работаю на компьютере. Это моя правая рука, друзья. Я не знаю, что там получится. Но я уверена, что все получится. Еще там у меня еще что-то испортилось. Очень все главное. Там еще что-то, какие-то нюансы. И за внуков услышала тоже что-то, что-то. В общем, одни нехорошие новости. Ну, и надо проговорить слово мимо меня. А потом вдох-выдох и пойти на зомбу. Всем рекомендую попрыгать, потанцевать. Такое идет, знаете, опустошение. Завтра у нас йога с девочками моими. Давно мы не встречались. Во вторник мы не встречались. Сейчас летом такой месяц, да. Наверное, тяжело приходить. Я-то тут близко, а им ехал ездить. Интересно, мой муж дома или нет. Вчера он пришел, полдвенадцатого. Был с друзьями. Ну все, друзья мои, не буду разговаривать. Иду домой. Пять утра. Вот, выспалась называется. Смотрю, пять утра. Рассвет. Восход солнца. Пять утра. Как интересно вообще. Такое состояние среднее между темнотой и это. О, еще час есть, полтора. Поспать на йоге. Пойду посплю. Речки чирикают. Доброй ночи, друзья мои. Подумайте, что это такое. Я хочу показать вам, как чистится самый такой страшный жир. И чистить его, это не реклама. Жарила вот такую курочку. Приготовила бужу. Ой, больно, извините. Я так спать хочу. Скоро сейчас уже ложусь. Такую красивую я пожарила. А он, оказывается, у друга своего, он сегодня делал поминки. Вот так вот у них. Я вообще не поняла. После этой жарки остается вот такая бяка. И вот смотрите, что она делает. Вот так я ее поливаю. Также я чищу и этим чищу газом и плитом. Вот она щас тут щипеться. Такие чудеса вообще творит. Такая по всей сковороде. Сторона. Тут тоже бы надо. Как хорошо, что придумали эти сковородки. Помню, я сколько чистила. Вот смотрите. Видели сами, какой был слой. Сейчас мы это будем промывать в воде. И еще сейчас. Видео, как чистится жирная сковородка. Вот так вот оно постоит у меня. Потом покажу вам. Друзья мои. Вылезил уже. Нет, оказывается, я не включила. В камеру. И рассказываю вам, рассказываю. Оказывается, камеру не включила. Сейчас я вот положу. Вот видите, как промылось, да? Сейчас я положу сюда. И все. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok